Для меня это была большая, настоящая школа. По сути, это была моя первая большая картина. Я же когда пришёл на картину, я не хотел её снимать. Это не кокетство. Я просто молодой, и у меня было три картины за моими плечами. Довольно скромный, притом таки современный. Но современную тему, она из времен войны, отечественной. Естественно, я не считал себя мастером, готовым снимать такие эпопеи, как Анну Каренину. Хотя сама, так сказать, литература, естественно, потрясает своей глубиной талантов и возможностями, которые в ней зарожены. Я бы сейчас эту картину снял совсем по-другому, естественно. Но сейчас я её вижу и читаю, я её много раз перечитывал, уже после того, как картина была снята. Я был в группе второго призыва. Был первый призыв. Они натуру старались выбрать, мы потом ничем не воспользовались. Из того, что они сделали, мы сами выбрали и заново натуру, и все декорации другие, и всё другое. Ну, всё было. Оператора сменили, художника сменили. В общем, весь творческий состав, кроме режиссера. И когда меня приглашали, я приглашал из архива, он мне говорит, «Тебе нравится?» Я говорю, «Ну как может, не нравится?» «Это же святая святых, как может, естественно. Ну, вот давай будем снимать.» Он очень доверял мне и художнику Борисову. Он объяснял это очень просто. Я пригласил молодого оператора и рассчитывал на его определенные способности и возможности. И поэтому пригласил, я его должен доверять. И он доверял. Он доверял настолько, что порой даже на меня падали функции, которые я не обязан был заниматься. Ну, в частности, ни одного актера даже в окружении, там, я не знаю, любого актера, который появлялся в кадре, он никогда не брал без согласования самого. Хотя это, в общем, необязательно в мои функции не входит. Я могу и посоветовать, и какие-то вещи мы оговариваем, естественно. Но так, чтобы уже обязательно каждого смотреть, это необязательно. Но у нас было так. Он очень доверительный. Ни один костюм, он никогда. Вот художник костюма оденет, актер, актер. Ну, и первое, что ведет на утверждение к режиссеру, годится, не годится. А он говорит, Леонид Иванович, что он сказал? И после того, когда я что-то скажу, он тогда говорил, ну, вот правильно, сделайте его по праву, и, пожалуйста, в кадр. То есть, в этом плане у нас была полная такая согласованность. Но у него были какие-то и свои такие особенности. Несмотря на то, что он в виду, это человек вроде покладистый такой, типичный петербуржец, он из Петербурга. И с ним вроде легко договориться, ничего подобного. Но там, где он был твердо убежден в какой-то принципиальности, его трудно было разубедить. Даже порой он уже, я вот по его глазам видел, что он чувствует, что он ошибается, понимаете? Но он все равно уже, так сказать, отставил свою позицию. Потому что он имел неосторожность жестко высказаться. А вообще он человек очень мягкий, интеллигентный. Старался понять. Он никогда не, я имею в виду за архив, никогда не шел поперек общего замысла, или то, что я могу эпатировать. Он всегда тысячу раз согласовывал, проверял, репетировал. А потом, потом уже в кадр снимали. А Таня, по-моему, как никто, подходила к этой роли. Она удивительная актриса. Она трагическая актриса. У нее не просто художественное представление об трагедии, которая произошла с Анной. А это было настоящее, пережитое ей лично. Это так. Поэтому она не играла, она жила в роли. Она подарила некоторые вещи. Есть они в картине, но мало, к сожалению. Но то, что мы рядом, присутствующие на площадке, имели счастье слышать, видеть и сопереживать. Это гениально. Ради этого стоило там находиться и стоило там быть. А порой она с такой трепетностью, с такой глубиной и проникновенностью. Она говорила текстом, я не знаю, как устроены человеческие мозги и психика. Все, что это можно вот так отработать невероятно. Мы были покорены ее талантом. Нет. И порой даже вот были сцены, где она ничего не говорит, ничего не делает. Ну, просто вот стоит и смотрит. А весь зал стоит и плачет. Слезы текут. Я сам был свидетелем в огромном зале. Для меня это было вот такое откровение. Вот такая великая, я не скажу, величайшая актриса нашего времени. Мы хотели перевести, так сказать, в область эмоционального восприятия смерти. Как бы набрать отдельные моменты, наиболее, с нашей точки зрения, естественно. И чтобы это было зрителям, которые характеризуют именно человека, который решился на этот поступок. Какие-то взгляды, какие-то, так сказать, необычные ракурсы. Это уже не просто поезд, а это какая-то непонятная, страшная машина, которая, попадя в которую, все будет перемолвано и все будет уничтожено. То есть перевести в область психофизических таких ощущений. Я взял камеру, ходил мне вот в этом месте. То есть мы загнали в такой печок, там, по галузу. Очень узкая такая дорожка деревянная. И прямо рядом полоснувки, там, грузовые вещи, там, перегружают из вагона в этот склад. И вот я походил там, я понял, что вот зажатость человека в этом пространстве не двигается. Здесь стена, а здесь смерть. Вот, просто в 20 сантиметрах несется поезд. Вот как поверет себя человеку. У нее должен был последний взгляд на небо. То небо, которое там, где-то между крышей вагона, вагона. Мелькало. Этот зафиксированный короткий взгляд на небо. Вот, последний, прости. Мы постарались акцентировать. А потом все закружилось. Камера в том числе. Я сам чуть-чуть свалился под поезд. У меня голова закружилась. Потому что пространства нет, меня даже не страховали там. Там была Таня и я. Больше никого не было. И очень тесно. Подстраховать нельзя было. Да мы боялись за Таню. Потому что она так входила в образ, что она могла свалиться туда тоже. Поезд протянем. Дубль разыграем. Все сделаем. Я говорю, что-то не то. Режиссером этого куска был я. А вся моя группа стояла внутрь, в сарае, в этом багаузе, в темном. И ждали, что я скажу. В том, значит, поезд, когда назад додает. В это время Тане давали наставление. Говорили, что делать. Я говорю, Танечка, миленький, я тебя умоляю. Только не теряй голову. Смотри, не оступи. Может, за тобой и я тут же пойду. Мгновенно. Будет так. Каждый раз я ее целовал, обнимал. Она, Ленечка, с тобой никуда я не денусь. Я смотрю одним глазом, я вижу тебя. Все. Но я говорю, как хочешь, хоть двумя, хоть одним. Но только не упади туда. Потому что у нее там последний посыл. Она все-таки делает. Такой посыл как бы бросается. Но не полный. Она не до конца. Кто знает. Попробуй залезть в Танин и Мазме. Она непростая актриса. Понимаете? Она непростая. Я со многими актерами работал. С очень тахватливыми и яркими. Ну, это все профессионалы. А они могут на самом, кажется, высоком подъеме остановиться и спросить, а как надо. Понимаете? Татьяна пока до конца не сделает, она не остановится. У нее очень инерция большая. Вот такая девочка. Талантище. Одним словом, в нашем кино. Бог нам сделал подарок. Субтитры создавал DimaTorzok